Несмотря на все проклятия в свой адрес, TikTok продолжает жить и каждый месяц выпускать настоящих звезд музыкальной индустрии, чьи клипы набирают миллионы просмотров. Однако, мало хорошо петь в студии, нужно уметь работать и на сцене, не стесняясь своего истинного голоса. Давайте же узнаем, как на самом деле звучат популярные тиктокеры. Ну что, ты готов открыть ящик Пандоры вместе со мной? Тогда ставь лайк под роликом и поехали! Мия Бойко ломает стереотипы о слабых данных популярных тиктокеров. Девушка на чьем аккаунте уже более 6 миллионов просмотров мастерски владеет своим голосом и вживую звучит очень достойно. И если на премии Муз ТВ и других концертах она пела под плюс... То в прямой трансляции на тикток исполнила отрывок композиции акапелла, чем вызвала у зрителей шквал самых позитивных эмоций. Поиграем в прятки, цуэфа ты ищешь, прячь свое сердце, больше не обидишь, бегу без оглядки, твои лайки пресные... Надеемся, что в будущем Мия будет чаще радовать нас своими лайвами, ведь петь самостоятельно у нее неплохо получается. Благодаря тиктоку Юля Гаврилина стала настоящей звездой. Ее трек «Жужу» стал абсолютным хитом в интернете, который долгое время висел во всех ведущих чартах. На выступлениях в лайв-формате девушка выступает практически всегда под плюс. Однако в эфире проекта «Страна.ФМ» она максимально отодвинула студийную запись на задний план, показав свой настоящий голос. У Юли он поставлен приятный тембр и невероятная харизма, которой она, безусловно, пленяет своих поклонников мужского пола. Артур Бабич, несмотря на популярность, до сих пор держит марку простого деревенского парня. Начав музыкальную карьеру, Артур убил сразу двух зайцев. Он повысил не только свои просмотры в ТикТок, но и подружился с Бьянкой, который залетел на совместный трек. Бабич не поет, он в основном читает и делает это не хуже многих молодых рэперов, которые почему-то возомнили себя новой школой. Настало время ложки дегтя в бочку меда. Влад А4 кто угодно, блогер, ютубер, тиктокер, но только не певец. Несмотря на обилие треков в сети, можно найти лишь два живых выступления Влада. Ну как живых? Невооруженным взглядом видно, что бумага поет под фонограмму старательно, изображая бурную вокальную деятельность. Предлагаю за обман зрителей платить банкнотами из банка приколов. Согласны с моим предложением? Если да, пиши в комментариях плюс, посмотрим сколько нас, а мы продолжаем. Даня Милохин хотел всем доказать, что умеет петь и пришел на лайв-эфир авторадио. Там он исполнил сингл «Я дома», но вместо живого звука все услышали обычное выступление под плюс. В комментариях сразу появились хейтеры, однако сейчас использование дублирующей звуковой дорожки стало нормой. Такое уж время. При этом слышно, что Даня старается и его настоящий голос не сильно отличается от записанного в студии оригинала. Карина Кросс дала мощный толчок к карьере Давы. Сейчас она ушла в тень, однако довольно успешно занимается музыкой и выпускает самые настоящие хиты. В отличие от коллег по цеху, она активно выступает вживую, чего только стоит ее концерт на радио Energy, где она покорила всех своим мелодичным и нежным голосом. Я не хочу, ты отпусти меня, не шучу, ты не пусти меня, улечу. Под плюс, конечно, проще, однако в лайв-формате голос Егора Шипа раскрывается совсем на другом уровне. Когда он поет без автотюна, то звучит очень по-взрослому. Как пример, два выступления на фестивале музыка первого и лайв-сет с Мией Бойкой. Выбор делай сам и обязательно пиши в комментах, какой вариант тебе понравился больше и почему. Будет интересно почитать. Аня Покров стала петь вживую до того, как это стало мейнстримом. Со старта своей музыкальной карьеры она не чуралась живых выступлений и с удовольствием принимала участие в различных лайв-инвентах. Несмотря на полные залы, ее лучший сет прошел в камерной обстановке на TNT Music, где зрители в полной мере и без купюр смогли оценить ее вокальный потенциал. Петь на стримах гениально. Тендер Либай сразу показала, на что способны ее связки. Она может вживую осилить все. От Лизера и Макса Коржа до Клавы Коки и даже Моргенштерна. Высокий голос позволяет брать самые сложные ноты, а природные мелизмы, безусловно, украшают каждую композицию в ее исполнении. Вот что творит восточный колорит. Хабиб был одним из немногих, кто от и до на фестивале Музыка Первого выступал вживую. Ты задела мое сердце, черноглазая моя, черноглазая моя. Отличный голос и бархатый тенор позволяют артисту выступать в любых условиях, буквально завораживая слушателей, пришедших на его концерт. Ягода малинку, о-о-о, крутит головой, залетает в дом. Катя Адушкина полностью оправдывает свою фамилию, потому что поет она адски стильно. Природа наградила ее западным тембром, который кардинально отличается от привычного женского русского вокала. Добавим сюда привлекательную внешность, парни не дадут соврать, и получим универсального артиста от тиктока до покорения отечественной эстрады. Как поет Дина Саева? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно глянуть любое ее выступление. Дина – обладательница роскошного голоса, который способен не только попасть в душу, но и качнуть целый стадион. В прошлом году она выступала на ВТБ-арене, которая точно получила удовольствие от ее выступления. Как поет инстасамка, мы уже говорили, поэтому предлагаю посмотреть очередное творение в ее фирменном стиле. Приятного просмотра! Отметим, что с ней тут выступает и безусвестный манекен, который недалеко ушел от своей подруги. А вот Марьяна Ро молодец! С момента занятия музыкой подтянула свои вокалы и теперь не боится лайф-поступлений. Я же кричу тебе, помоги мне! При этом чаще всего вместо бита звучит акустика, которая однозначно придает ее выступлениям своеобразную атмосферу. Я мега-звезда! Звезда! Слипи, более известная как дочка прокурора, как и ее коллеги по тиктоку, умеющие петь, пришла на страну FM, где буквально взорвала зал своим живым выступлением. У нее есть база и потенциал, которого может, безусловно, хватить на полноценную музыкальную карьеру. Ну что ж, ребятки, на этом все. Если ты хочешь вторую часть, степь лайк под этим роликом и давайте наберем 15 тысяч пальцев вверх в честь Дня влюбленных. И тогда мы точно все встретим с вами свою любовь и вторую половинку. Пиши в комментариях, кого тебе не хватило из тиктокеров. Подписывайся на канал и нажимай колокольчик. На своем была Винька. Увидимся завтра. Всем пока! Академия порядочных парней Субтитры создавал DimaTorzok